МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь, добрый день. Здрасте. Как настроение? Чудесно. Что вас привело? Почему вы решили узнать об л-карнитине? Привелась правокладочка жировая. Вхожу в спортзал, посоветовал у меня Петрович инструктор в спортзале. Препарат принимать. Но я не знаю сам препарат. Ну что ж, давайте разберемся, что такое л-карнитин. Вот его химическая формула. Л-карнитин или левокарнитин. Он был открыт в 1905 году, а впервые синтезирован в 1960-м. Л-карнитин синтезируется в нашем организме, именно поэтому его и не называют витамином, а только витаминоподобным веществом. Л-карнитин синтезируется в печени и в почках, а дальше распределяется по всему остальному организму. Для нормального синтеза л-карнитина нужно большое количество других витаминов. В частности, витамин С, витамин В3, В6, В9 и В12. А также такие аминокислоты, как лизин и метионин. Если хотя бы одного из этих веществ не хватает, синтез л-карнитина замедляется или вовсе прекращается. Ну, объясните мне, а как он действует на организм? Ну что ж, смотрите. Вот это клетка человека. Внутри клетки находятся особые субстанции. Они называются митохондрии. Они вырабатывают энергию. Они могут вырабатывать энергию из жирных кислот, которые попадают внутрь митохондрии, и там преобразуется в АТФ, а динозин-3-фосфорную кислоту, которая является источником энергии для клетки. Л-карнитин помогает жирным кислотам проникать внутрь митохондрии, облегчая их транспорт через мембрану митохондрии. И таким образом жирные кислоты быстрее окисляются. Если л-карнитина не хватает, жирные кислоты накапливаются в клетке и во всём организме, это может стать одной из причин ожирения. А, ну, карнитин сжигает жир. Совершенно верно. Но этим его действия не исчерпываются. Посмотрите. На самом деле, действительно, л-карнитин усиливает сжигание жировой ткани. Потеря жировой ткани происходит намного интенсивнее. Но, помимо этого, карнитин ещё снижает уровень холестерина. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается на состоянии сердца и коронарных сосудов. Плюс ко всему установлено, что карнитин усиливает физическую и интеллектуальную выносливость. Это происходит потому, что нервные клетки, точно так же, как клетки мышечные, обладают митохондриями, и они тоже должны вырабатывать энергию. Плюс ко всему было установлено, что л-карнитин снижает симптомы синдрома хронической усталости. Сейчас это очень важно. Но и это ещё не всё. Установлено, что употребление л-карнитина также уменьшает проявление стресса, благодаря благотворному влиянию л-карнитина на надпочечники. Плюс ко всему, у карнитина есть, пусть не очень сильное, но анаборическое действие. Установлено, что те спортсмены, которые используют л-карнитин, быстрее набирают сухую мышечную массу и теряют массу жировую. Плюс ко всему, л-карнитин влияет на клетки крови и улучшает кислород-транспортную функцию крови. В общем, карнитин действует практически на весь организм. Ну, а вот не обязательно его пить, допустим, в синтетическом формате? Может, как-то в каких-то продуктах он содержится ещё? Ну, само название карнитин произошло от слова «мясо». Действительно, в сыром мясе карнитина содержится много. Суточные дозы карнитина содержатся примерно в 300-400 граммах мяса. Также л-карнитин содержится в рыбе, в твороге и сыре. Также карнитин содержится в птице, ну, например, вот в этой курице. Ну, и, конечно, карнитин содержится в молочных продуктах. Например, в молоке или в кефире. Любите кефир? Безумно. Понимаете, в чём проблема? Мясо, рыба теряют карнитин при термической обработке. Поскольку сырое мясо и сырой рыбы мы с вами практически не едим, это означает, что с обычным питанием получить суточную дозу практически невозможно. Ну, значит, всё-таки таблетки. На самом деле, не обязательно таблетки. Если мы посмотрим, то таблетированная форма карнитина, она существует. Но у неё есть определённые недостатки. Таблетка достаточно долго растворяется и всасывается в желудочно-кишечном тракте, а это означает, что эффект от её приёма наступит минимум через 40 минут. То есть, если вы примете таблетку до тренировки, это означает, что во время тренировки эффект жиросжигающий будет не выражен. То есть, таблетки до этих целей не подходят. В то же самое время, если вы будете пить их, например, утром и вечером, общий фон, они вам, конечно, исправят. Более удобная форма – это вот такие вот газированные напитки с л-карнитином. На самом деле, если вы занимаетесь спортом, вы можете употреблять их перед тренировкой или во время тренировки. Особенно если это тренировка на беговой дорожке, где вы обильно потеете. Людям же, которые принимают л-карнитин для похудения, но при этом не занимаются физическими нагрузками, такая форма не рекомендована. Всё-таки там есть определённое количество калорий. Значительно более удобная форма – это вот такой вот раствор в пластиковой ампуле. Обычно там содержится суточная доза л-карнитина. Это от полутора до трёх тысяч миллиграмм. Удобство заключается также в том, что если вы её выпили, то уже буквально через 5-10 минут концентрация л-карнитина в крови повышается, это означает, что жир начинает сжигаться. Ну, а если вы планируете принимать л-карнитин не во время тренировок, а просто дома, утром и вечером, вы можете использовать вот такой вот раствор. Обычно он бывает ёмкостью 1 литр или пол-литра, и, соответственно, вот такой вот колпачок каждое утро и каждый вечер. Восполнят дефицит л-карнитина и, соответственно, связанный с этим проблемой. Интересно. Близкая форма – это концентрат. Вот такой вот концентрат, который вы просто можете разводить в воде. Рекомендуется разводить одну дозу примерно на 300-500 миллилитров воды. Ну что же, даю вам в дорогу концентрат л-карнитина. Разводите его водой и употребляйте ежедневно. Это была рубрика «Химия тела». Встретимся завтра в это же время. В рубрике «Инструкция по эксплуатации» мы будем говорить о сердце, о том, как оно устроено и как его заставить работать на все 100. Пока.